Дышим носиком, дышим, еще, на ушки надавливай, не больно? Конец августа, жаркая пора для детских поликлиник. Все возвращаются из отпусков, ребята готовятся вновь пойти в детские сады и сесть за школьные парты. Во многих учреждениях образования необходимо предоставить справки о здоровье. В помощь детворе и их родителям в Видновской поликлинике вот уже полтора года работает кабинет «Справка в один шаг». Намного быстрее попасть справку в один шаг и мы наблюдались у педиатра, то есть мы сдали уже все анализы, нам только получить направление в садик, поэтому проще было записаться именно в этот кабинет. Педиатру намного тяжелее попасть, то есть и людей больше, и время ожидания дольше, вот здесь быстро все. Здесь можно получить справки в детский сад и школу после отпуска и болезни, справку в бассейн и спортивную секцию, рецепт на молочную кухню, выписать различные направления. Справки по диспансеризации, там, значит, если есть какая-то патология, освобождение от физкультуры, это для школы такие. Потом справки идут у нас об эпидобстановке, вот дети, которые ходят в спортивные секции, вот дети, которые участвуют в соревнованиях. Софья Шарова пришла на прием вместе с трехлетней дочкой Алисой, которая 1 сентября пойдет в детский сад. Специалисты пройдены, анализы сданы, осталось оформить медицинскую карту. С этим тоже могут помочь в кабинете справка «Один шаг». Конечно, удобно, с учетом того, что очень много населения в новой части видного, конечно, много деток, и сейчас это гораздо проще, быстрее. То есть вот у меня у старшей дочери, ей 14 лет сейчас, в год мы могли по 4 часа стоять к одному специалисту. Каждый день через кабинет справка «Один шаг» проходит более 60 человек, особенно популярны понедельники и пятницы, говорят медики. Кабинет работает с 8 утра и до 8 вечера, по будням, а также в субботу с 9 до 14 часов. И не забудьте предварительно записаться на прием. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.